Мягкая шорстка, милые мордочки и красивейшие глаза. Как вы думаете, где можно увидеть больше 20 собак Хаски одновременно? Нет, не на выставке собак. В дендропарке Шумкента прошла благотворительная акция в помощь бездомным животным. Больше 10 владельцев собак Хаски привели своих питомцев, чтобы жители города за небольшую плату смогли с ними сфотографироваться. У нас есть группа WhatsApp, где собрались более 40 владельцев Хаски города Шумкента. И в нашей группе присутствуют волонтеры, которые подбирают бездомных животных, лечат их, укаживают и находят им новые дома. На данный момент, сами видите, что холодно, и вольеры не утеплены, и собакам требуется дополнительное питание. То есть ситуация сейчас, можно сказать, такая критическая. Мы решили собраться, зная любовь наших чемкентских жителей к Хаске, решили собраться, организовать благотворительную фотосессию, а все деньги, собранные за фотографии, передать в фонд помощи бездомным животным, собакам и кошкам. Все питомцы на акции привиты и послушны. Они легко идут на контакт. Записывались на съемку с северными собаками даже заранее. А в самом дендропарке образовалась живая очередь. Некоторые ради этого события меняли свои планы на выходные. Когда я услышала про эту акцию в инстаграме, я сразу же связалась и перестроила свой график ради этих милых собак, ради их с ними знакомства и пару прекрасных фотографий. На благотворительную акцию шимкенцы пришли не только за фото, но и просто за хорошим настроением. С активными хаски бегали, играли, обнимались и веселились. Мы узнали об этой акции из соцсетей и решили принять участие. Герда у нас очень активная, кусается постоянно. Они очень понимающие, обидчивые, чувствительные. У нас был один день, когда она поругалась, ну, ее собака наша укусила, вторая. И, в общем, она обиделась целый день, не кушала, ничего не делала. Особенностью хаски является то, что они очень активны. Вот я с ней над меня немножко бегала и упала на льду. Еще у них очень вкусно пахнет шерсть. То есть она абсолютно не пахнет собакой, она пахнет шампунькой, если вы ее искупаете. Также у них часто бывает гетерохромия, разные глаза. Вот, например, у этой девочки один глаз карий, другой голубой. За весь день съемок организаторами были собраны около 100 тысяч тенге. Эти деньги пойдут на помощь бездомным животным нашего города в благотворительный фонд «Вторая жизнь». В планах у организаторов провести такую акцию в начале этого года. Всю информацию ищите в социальных сетях.